Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. В формате тест-драйвов и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Автомобиль, про который пойдет речь сегодня, относится к классу бюджетных седанов или к B-классу. Эта машина достаточно популярна внутри Японии, поскольку там представляет собой своего рода входной билет в мир автомобилистов. По своей социальной значимости в этом смысле машина близка к таким автомобилям, как, например, Lada Granta или Kalina. Для тех людей, кто ищет для себя беспробеговую праворульную машину из Японии, надежную и при этом довольно комфортную, и при этом рассчитывают уложиться в сумму где-то от 500 до 700 тысяч за машину относительно свежего года, наш автомобиль может оказаться подходящим вариантом. Из чего складывается рецептура приготовления бюджетного седана по-японски, мы сегодня и поговорим. Встречайте, Nissan Latio в кузове N17, первое поколение. Седан Nissan Latio появился в 2012 году. Эта машина задумывалась как глобальная модель и получила большое распространение на рынке Юго-Восточной Азии. Машина простояла на конвейере недолго, всего 4 года, до 2016-го, при этом успев пройти через рестайлинг в 2014 году. Какого-то выбора по части силовых агрегатов или коробок передач или типов привода здесь не было. Все эти автомобили имели под капотом мотор 1,2 литра на 79 лошадиных сил, вариаторную коробку передач и передний привод. В нашем случае машина 2012 года, без пробега по России, родной пробег по Японии 61 тысяча километров. При первом взгляде со стороны Nissan Latio предстает в качестве действительно достаточно небольшого автомобиля. Габаритные размеры этого седанчика, длина 4 метра 42 сантиметра, ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 49. При этом колесная база автомобиля 2 метра 60 сантиметров, а радиус разворота 5,2 метра, что достаточно немного. Скромная мощность двигателя 79 лошадиных сил здесь отчасти компенсируется небольшим весом самой машины. Снаряженная масса 1030 килограмм, а максимально разрешена полная масса 1300. Что касается толщины лакокрасочного покрытия кузова, здесь цифра стандартная для абсолютного большинства автомобилей внутреннего рынка Японии. Разброс показаний толщиномеров будет лежать в диапазоне от 90 до 130 микрон. Что касается очагов ржавчины на кузове и стойкости лакокрасочного покрытия к царапинам и скулообразованию, чудес ждать не стоит. Эти автомобили имеют достаточно неплохое лакокрасочное покрытие, неплохое для работы в японских условиях. На наших дорогах с обилием камней, отсевов и прочего мусора на проезжей части, конечно, образование сколов неизбежно. И сколы эти лучше своевременно подлечивать. Ну а по части ржавчины машины банально еще слишком свежие, чтобы демонстрировать серьезные очаги поражения коррозии. Но поскольку с завода машины выходили без какой-либо солидной защиты днища по части антикоррозийки, а заботиться нанесением дополнительных защитных составов будет отнюдь не лишнее. Особенно если вы планируете эксплуатировать эту машину на протяжении довольно длительного срока. Обзор внутреннего содержимого автомобиля по традиции начинаем с багажника. Хоть это и седан, но машина вполне вправе претендовать на роль единственного автомобиля в семье. Так что приступим. Доступ в багажник мы можем получить либо при помощи кнопки на ключе, крышка оснащенная электрозамком, либо открыв его по старинке через личинку. Сам багажник на самом деле для такого относительно небольшого автомобиля имеет вполне взрослые и солидные размеры и объем. Каталожное значение объема багажника 490 литров. Давайте посмотрим, что это обозначает в линейных размерах. Ширина самого проема, в его верхней части, через которую, как я предполагаю, будет осуществляться загрузка крупногабаритных предметов, это 110 сантиметров. При этом высота багажного отделения около 56, от пола до крышки. Ну а длина багажника до спинки сидения в данном случае это солидные 100 сантиметров. Ну а ширина багажника по полу в его задней широкой части метр 32, а в более узкой передней порядка 93 сантиметров. При этом для перевозки длинномеров машина на самом деле не приспособлена. Здесь нет не то, что возможности складывать спинку сидения, а даже элементарного лючка. Так что вышеуказанные размеры багажного отделения это все, на что вы в принципе вправе здесь рассчитывать. Но для компактного автомобиля, повторимся, это на самом деле немало. Багажное отделение, кстати говоря, отделано ворсистым материалом, а не пластиком. А под фальшполом мы имеем только докатку и набор штатного инструмента, а именно домкрат и вороток с баллонником. Что касается салона Nissan Latio, в данном конкретном случае здесь все напоминает Note E12, но при этом выглядит попроще. Чем-то салон этого автомобиля, кстати, неловимо напоминает Renault Logan в плане простоты. Но стоит отметить в плане посадки, что подобрать удобное положение за рулем этого автомобиля у меня при росте 1,86 м все же получилось. Здесь есть регулировка рулевой колонки. Правда, она не подпружинена, и при отпускании стопора рулевая колонка просто сваливается вам в руки. Тем не менее, по высоте регулировка есть, а диапазон ее достаточно неплохой. Далее, что следует отметить, несмотря на то, что доступ к ручкам регулировки сидения затрудняет довольно широкий подлокотник на дверной карте, и все эти манипуляции лучше выполнять при открытой двери сидения, имеет регулировку в том числе и высоты подушки. Так же, как и на Nissan Note, регулируется по высоте только сама подушка, а не спинка сидения. Решение довольно-таки интересное и, тем не менее, удобное. Есть регулировка спинки по наклону, причем реализована она при помощи рычажка потянул и наклонил, а не крутящиеся рукоятки, как на некоторых корейских автомобилях. И в целом диапазон регулировки сидения также неплохой. При отодвинутом до упора назад кресле и максимально высоком положении подушки я выпрямляю левую ногу в колене и при этом едва-едва касаюсь носком пола салона. Поэтому в данном автомобиле, несмотря на его компактные относительные размеры, расположиться за рулем сможет, я думаю, практически любой водитель. Что касается клавиш и органов управления, здесь их минимум. У нас простая комплектация, но при этом здесь есть все четыре электрических стеклоподъемника водительские с авторежимом, центральный замок, электрические регулировки зеркал и даже старт-стоп, как ни странно. Подрулевые переключатели бесхитростные, но при этом переключаются они с хорошим усилием и находятся в зоне досягаемости пальцев. На центральной консоли у нас блок управления механическим кондиционером. Здесь есть, собственно, клавиши включения кондиционера, подогрев заднего стекла, обороты печки, заслонки. Причем, поворачивая ручку, вы слышите физически переключение заслонок воздухосмесителя и температура. Все просто и бесхитростно. Здесь также есть ползунок переключения режимов забора воздуха, практически как на автомобилях Lada. А из роскоши магнитола с большим дисплеем и, кстати, камерой заднего вида. Селектор вариаторной коробки у нас находится на полу, селектор обычной привычной формы. И в том месте, где на старых автомобилях располагалась кнопка выключения овердрайва, у нас кнопка активации спортивного режима работы коробки. Не отдельно на полу, а прямо на селекторе. Также присутствует одинокая 12-вольтовая розетка в центральном тоннеле. Больше по органам управления здесь говорить не о чем. Что касается мест для хранения и бардачков, есть небольшая узкая полка над основным бардачком, который при этом также достаточно маленький и, по сути, предназначен только для хранения тех самых перчаток, либо какой-то документации. Есть два подстаканника перед селектором в центральной части, два подстаканника в задней части пьедестала. Для задних пассажиров небольшой узкий карман, куда не особо-то придумаешь, что положить. Ну и в дверной карте по низу есть небольшой продолговатый кармашек, плюс ниша для того, чтобы поставить бутылочку. Зато по части обзорности к этому автомобилю претензий минимум. Здесь низкая линия остекления, соответственно, вы видите капот, панель не заслоняет обзор. Здесь большие боковые зеркала большой площади, удобные при работе. Ну и при том, что есть какая-никакая обзорность через заднее стекло назад, у вас еще и присутствует камера заднего вида. Так что в целом по части обзора здесь претензий нет. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на заднем сидении. Что касается заднего сидения, то ситуация здесь следующая. Первое, что удивляет, при базе 2.60 я не касаюсь коленями спинки переднего сидения, расположившись при этом сам за собой. То есть водительское кресло отодвинуто довольно далеко назад. Подушка заднего сидения в данном случае практически плоская, то есть третий средний пассажир сюда сядет свободно. Тоннель на полу есть, но он при этом очень низкий визуально, порядка 5 сантиметров и не особо мешает размещению здесь пассажиров. И, кстати, угол наклона спинки заднего сидения тоже весьма неплохой. На самом деле сидеть здесь удобно. Сидение при этом еще и достаточно мягкое. Под правой рукой есть опора, правда, в виде жесткого пластикового подлокотника, но зато располагается она ровно там, где и должна, в принципе, быть. Так что с поправкой на некоторые нюансы эконом-класса ехать на этом сидении, в принципе, можно. И даже на достаточно большое расстояние. Правда, никаких дополнительных удобств для задних пассажиров, кроме стеклоподъемника, подстаканников внизу центрального тоннеля, здесь не будет. Здесь нет даже привычных кармашков внизу задних дверей. Да и запас пространства над головой здесь не слишком огромный. Сказывается покатый скат крыши. Ну а теперь про агрегаты, вернее, про агрегат под капотом Nissan Latio. Здесь у нас располагается мотор с индексом HR-12DE. Из всей линейки HR-12 моторов, которые в том числе в гибридной версии, например, ставились на Nissan Note e-Power или Nissan Serena e-Power, этот мотор представляет собой самую простую версию, поскольку ни гибридных, ни компрессорных версий мотора на этот автомобиль не попадало в силу его бюджетности. По конфигурации этот двигатель рядный трехцилиндровый. Здесь алюминиевый блок цилиндров, два верхних распредвала, присутствует фазовращатель на впускном распредвалу, самый обычный распределенный впрыск топлива и цепной привод ГРМ. Мотор выдает 79 лошадиных сил и 103 ньютона метров крутящего момента, что в принципе для легкого автомобиля достаточно. При этом этот двигатель обладает пристойными показателями расхода топлива в городском цикле, это что-то около 6,5-7 литров на сотню по трассе и того меньше, и завидным ресурсом. В пользу надежности этого агрегата свидетельствует и очень-очень низкий ценник на вторичном рынке. Среди контрактных моторов на момент подготовки этого выпуска, а это апрель 2023 года, средняя цена на подобный двигатель лежит в диапазоне от 12 до 20 тысяч рублей. А это очень и очень гуманный ценник. Экономить с данным двигателем у вас получится не только на бензине, но и на масле. Масляный сервис здесь дорого стоит, не будет по определению, ввиду малого количества заливаемого масла всего 3,2 литра. Масло 5W30, любая синтетика. Кстати, бензин этот двигатель спокойно потребляет 92-й. Что касается каких-то характерных неисправностей для данного движка, их по большому счету здесь нет. Разве что трехцилиндровая компоновка обуславливает вибронагруженность агрегата, и соответственно, менять опоры двигателя здесь вы будете почаще, чем на четырехцилиндровых моторах. Также необходимо будет поддерживать в чистоте дроссельную заслонку и в форсунке системы впрыска. В случае, если вы обнаружили такой симптом, как плавающие обороты, подчистите дроссельную заслонку, скорее всего, проблема уйдет. Ну и в завершении двигатель этот имеет ДМРВ во впускном тракте, соответственно, датчик массового расхода воздуха очень чувствителен к тому, насколько хорошо со своими задачами справляется воздушный фильтр. Что касается поршневой группы, каких-то вопросов по данному двигателю нет. Заявленный самим производителем ресурс этого двигателя порядка 250 тысяч километров. Но, как показывает опыт владельцев четырехцилиндровых версий подобных агрегатов объемом 1,5-1,6, вы вполне вправе рассчитывать на пробег и под 400 тысяч километров, если не будете его перегревать и менять масло хотя бы раз в 8 тысяч километров пробега. Что касается коробки передач, на этом автомобиле использовался вариатор фирмы JATCO, модель GF015. Эта трансмиссия появилась в 2010 году за два года до появления этой модели на конвейере. Коробка эта представляет собой своего рода симбиоз вариатора и автомата, поскольку здесь присутствует планетарная передача на две передачи переднего хода. Задумка состояла в том, чтобы избавить вариатор от наиболее вредных режимов работы, крайних положений ремня на конусе, но получилось немножко не так, как хотелось бы. Изначально эта трансмиссия не рассчитывалась на установку с мощными моторами, и предельный крутящий момент, который может потянуть GF015, это 160 ньютонометров. С учетом крутящего момента в 103 ньютонометра на данном моторе, это достаточно неплохо. Запас здесь есть и запас по прочности в том числе. К числу характерных для данных коробок до 2015 года выпуска проблем относятся следующие вещи. Первое, это износ подшипников и соответствующий гул, поэтому при тест-драйве обязательно обратите внимание на то, чтобы трансмиссия у вас работала тихо. Второй момент, на некоторых экземплярах данных трансмиссий случались поломки солнечной шестерни, которая банально лопалась. С 2015 года ее усилили, но неисправность эта проявлялась очень явно. Автомобиль либо теряет способность двигаться вперед, либо назад, одно из двух, поскольку шестерня это отвечает за переключение режимов работы вперед-назад. Ну и третий момент связан непосредственно с соленоидами-регуляторами в самом гидроблоке. Они очень боятся грязного масла, и рабочую жидкость в данных трансмиссиях следует менять раз в 40 тысяч километров пробега, причем вместе с двумя фильтрами. С учетом того, что двигатель здесь стоит далеко не самый мощный, запас по крутящему моменту все же присутствует, скорее всего, в умелых руках. Так, при условии грамотной эксплуатации и регулярной замены масла вариатор этот у вас пройдет под 200 тысяч километров. Если же путать свой Nissan Latio с Дрекстером, стартовать с каждого светофора в режиме газ в пол и почаще буксовать, перегревая трансмиссию, то не лишний будет помнить о том, что на данный момент на вторичном рынке коробка эта тарифицируется где-то в районе 80 тысяч рублей. Плюс здесь только в том, что агрегат этот крайне распространен, как по модельному ряду Nissan, так и по модельному ряду других производителей, в том числе Mitsubishi и Renault. Каталожное значение дорожного просвета для Nissan Latio 155 миллиметров, что, в принципе, стандартное легковое значение. Но где находится низшая точка, мы покажем чуть позже. А пока давайте вооружимся рулеткой и посмотрим расстояние от земли до крайних точек узла. Что касается переднего бампера, то до его задней кромки здесь 19 сантиметров. То есть к любому, практически любому поребрику вы можете припарковаться передним ходом. Резиновые брызговички свисают ниже, до 15 сантиметров от поверхности земли. Расстояние до передней части порога, вернее, до крепления подкрылка к порогу 16 сантиметров. До поддомкратников задней части 18,5 сантиметров. А до края заднего бампера 25 сантиметров. Ниже этой отметки свисает банк оглушителя. Но чтобы ей зацепиться, препятствие реально должно быть очень высоким. Больше 20 сантиметров в высоту. Под самим автомобилем низшая точка кузова в передней части. Это край передних лонжеронов и подрамник. Но по сравнению с такими автомобилями, как, например, Mazda Axel или Subaru Le Work, спортивный универсал, данный автомобиль в плане дорожного просвета просто кроссовер. Что касается подвески, то здесь все очень и очень просто, как и сам остальной автомобиль. Передняя подвеска выполнена по схеме типа Макферсон. Нижние шаровые опоры в передних рычагах у нас запрессованы. Никакого болтового соединения здесь нет. Соответственно, по задумке производителя, вы меняете их только в сборе с рычагами. Но по факту шаровые можно перепрессовать. Вот стабилизатор в данном случае традиционно для автомобилей Nissan расположен на переднем подрамнике сверху. И чтобы добраться до его втулок, скорее всего, подрамник будет проще демонтировать и приопустить, чем пытаться затолкать руку с другой стороны. Рулевая рейка уже традиционно для современных машин электрическая. Соответственно, и здесь по части рулевого управления вопросов никаких. Нет гидравлических магистралей, нет насоса ГУР. Соответственно, и ломаться здесь нечему. При условии отсутствия металлической защиты, а из Японии автомобили с ней не приходят практически никогда, здесь, как на ладони, видно и поддон двигателя с коробкой, и стык двигателя КПП, и оба привода. Пыльники, сальники, все это элементарно проверяется на предмет отсутствия течи и повреждений. Кстати говоря, пока мы находимся снизу, обращает на себя внимание еще один момент. Что касается антикоррозийной защиты, центральная часть днища кузова обработана антикоррозийкой, но при этом задняя ее часть, если мы посмотрим наверх, защиты уже минимум, и располагается она в основной своей массе только на сварных швах. То же самое касается и района расположения, крепления задней подвески к кузову в районе сайленблока в балке. Здесь тоже не помешало бы дополнительно обработать машину антикоррозийкой с прицелом на долгую эксплуатацию. Задняя подвеска Nissan Latio, это самая обычная балка, никаких сюрпризов здесь нет, все очень просто. Задние тормоза барабанные, соответственно, при покупке машины с большим пробегом, помните о возможности того, что придется поменять колодочки внутри барабанов. Стояночный тормоз самый обычный, тросовый, никаких новаторских решений здесь нет. В задней части автомобиля у нас располагается топливный бак объемом 41 литр. Бак в данном случае пластиковый, а вот горловина его частично резиновая, а частично металлическая. Верхняя ее часть это металл, соответственно, со временем и с годами на данных автомобилях, может быть, кому-то придется столкнуться и с коррозией заливной горловины. В целом же подвеска этого автомобиля такая же бюджетная, как и он сам, ломаться здесь по большому счету нечему. Таким мы увидели сегодня седан Nissan Lativo 2012 года выпуска с пробегом по Японии 61 тысячи километров. Резюмируем. Это простая, действительно непритязательная машина, но при этом к плюсам автомобиля можно отнести удобную по меркам данного класса посадку, просторный салон, надежный и экономичный двигатель, который на вторичном рынке стоит настолько дешево, что проще, в случае чего, просто поменять его на контракт по достижении им огромного пробега. А также высокий дорожный просвет вкупе с простотой и прочностью подвески. Так что, если вы находитесь в поиске простого, недорогого бюджетного автомобиля, эта машина в целом может вам подойти. Если у вас был или до сих пор есть Nissan Lativo, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно указывайте все это в комментариях. Людям, присматривающим себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну, а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться в продаже у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по машине вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными внизу видео. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.